В Нововаршавском районе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за того, что повреждено оборудование на скважине в поселке, дефицит чистой питьевой воды. Уже, как утверждают жители, произошла вспышка ротовирусной инфекции. До сих пор не открылись с карантина школы и детские сады. Водопровод практически не работает. Вода идет только ночью, да и то на первых этажах жилых домов. Дмитрий Ковалев продолжит. Карантин в школах региона закончился 7 февраля, но нововаршавские ученики до сих пор не вышли на уроки. Занятий нет и в детском садике. Учреждения закрыты на карантин. По официальной информации, из-за эпидемии гриппа. Но местные жители утверждают, из-за острой ротовирусной инфекции. Причина – грязная питьевая вода. Несколько дней назад из строя вышла единственная в райцентре скважина, которая обеспечивала водой 7,5 тысяч человек. Рабочие запустили резервную, но ее мощности не хватает. Ирина Мещерякова вынуждена набирать снег у подъезда. На третий этаж вода не поднимается. Вот так боремся. Носим снег, носим с колонки воду. На колонке бывает нет воды. Не знаешь, куда даже пойти. В какой колодец, у кого есть колодец, чтобы набрать воды. Тогда просто сидим без капли воды. Валерий Лотов, как и его соседи, питьевую воду покупает. Три рубля за литр. Та, что бежит из колонки, годится только для хозяйственных целей. В последнее время она стала не очень чистая. Даже заметно. То есть муть, присутствует муть в воде. До этого она была чистая, нормальная. Но в связи с этими событиями, она тоже стала некачественная. Уже несколько дней местные жители добиваются ответа от чиновников. На руках у людей заключение Роспотребнадзора, которые подтверждают, качество питьевой воды не подходит ни под один норматив. Очень много граждан нашего поселка болеет ротовирусной инфекцией. Вообще лежат с температурами, в тяжелом состоянии. Вот такая ситуация. Многие тупят снег. Это все инфекция. В администрации поселка пока сделать ничего не могут. Только в конце недели в Нововаршавку приедут специалисты, которые определят неисправности в основной скважине. А вспышка ротовирусной инфекции, считают чиновники, никак не связана с качеством питьевой воды. Инфекция началась и мы видели, что грипп пошел до того, когда остановилась скважина. Мы видели показания, которые нам предоставил Роспотребнадзор. Поэтому показания по воде были только по мутности. Бак анализ был удовлетворительный. Трубопровод в Нововаршавке местами изношен на 80% и требует капитального ремонта. Однако денег в бюджете нет. Не на что даже устранить порывы, которые случаются уже несколько лет подряд. Сейчас в поселке объявили чрезвычайное положение. Только так удалось выделить деньги на проверку основной скважины. Чиновники не берутся прогнозировать, во сколько обойдется ее ремонт. А строительство новой оценили в 16 миллионов рублей. Дмитрий Ковалев и Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.